Вот она соя. Уже бобы давая. Вон они внизу видно. Сок Виктории. Такая она. Высокая. По пояс. Есть местами трава. Но соя успела подняться. Вот так поле выглядит. Сколько мы это поле от мусора чистили. Ветки, деревья. На этом поле столько деревьев было, столько мусора. Мусорка была настоящая. Стекла, палки, камни. Наверное лет 15 мы это поле чистили. И до сих пор еще нормально не вычищено. Те, кто садят поле, они знают, что такое чистить поле. Каждый год мусор. Каждый год камни. Каждый год палки. А сколько ровняли здесь вообще ужас был. Вот этот год уже соя нормальная. Видите, пошла. Ну не сказать, что прям шикарная, как некоторые придумывают. Но видно, что урожай должен быть. А остановился я, если честно, не из-за соя. Остановился из-за того, что застрял. Ездил все накосить. И утонул. Трактор не смог выехать. Резина высая. Надо резину хорошую брать. Сейчас вроде обещали помочь вытащить. А все МТЗ без передних ведущих. Это не трактор. Надо ставить или передний мост, или покупать трактор уже с полным приводом. Иначе это все игрушки. Не хотите, как я, каждый раз в грязи застревать и кого-то просить, чтобы вас вытянули, покупайте полноприводный трактор. Видите, вода еще. Дорога вся в воде, в грязи. Это не полив. Это просто арык забил центральный. Думал, на обратном пути откидаем мусор. Но не успел. Воды добавили, видимо сброс сделали. Сброс сделали, так как уже поливать нечего. Дожди были. Вот так вот утонул трактор. Если трактор утонул задними колесами, то делайте, как я. Зря не газуйте, не буксуйте. Попробовали, не выехали. Заглушили и ждем помощь. От того, что его будете в поле насиловать, убивать толку не будет.